Аллергия на продукт или пищевая непереносимость? В чем разница? Ответим в сюжете. Многие люди утверждают, что у них есть негативная реакция на те или иные пищевые продукты. При этом самостоятельно выставляют себе диагноз «аллергия или непереносимость», исключают какие-то продукты из своего рациона и лишают свой организм полезных веществ. А на самом деле это может быть и не аллергия, и не непереносимость. Как отличить одно от другого и что с этим делать, узнаем у специалиста. Стоит понимать, что существует два типа аллергических реакций на еду. Первое – это истинная аллергия, то есть когда от малейшего кусочка пищи возникает или отек, или у души, или даже может развиться анафилактический шок, то есть жизнеугрожающие состояния. А бывает непереносимость определенных продуктов питания, то есть пищевая непереносимость, когда организм их не может переварить. Непереваренную еду иммунная система воспринимает как чужеродную, как аллерген. И иммунная система начинает ее атаковать, и у людей появляется или вздутие, или кишечные колики, или там, допустим, послабление стула. То есть появляются реакции пищевой непереносимости. Человек раньше употреблял молоко, все было хорошо, но с возрастом у него появляется непереносимость на молоко. Это дело в возрасте или все-таки есть какие-то другие причины? 62% людей имеют непереносимость молока. И здесь дело, конечно же, не в возрасте, дело в здоровье нашего кишечника. Кишечные клетки вырабатывают фермент лактаза, который переваривает молочный сахар лактозу. Поэтому, если человек переносил вирусные инфекции, кишечные инфекции, паразиты у него есть в организме, или часто используют антибиотики, здоровье кишечника нарушено, и поэтому появляется непереносимость молока. То же самое происходит и на глютен. Какие продукты наиболее часто вызывают аллергия? Ну, чаще всего, конечно же, это белковые продукты. То есть это яйца, это мясные продукты, и это рыба и морепродукты. Дело в том, что любая белковая еда в нашем организме, она переваривается кислотой желудка. И зачастую бывает, что у людей пониженная кислотность желудочного сока, они едят, допустим, мясо, рыбу, и в отсутствие кислоты белок не расщепляется до аминокислот. И, соответственно, нерасщепленный белок наша иммунная система воспринимает как аллерген и начинает его атаковать. Поэтому люди кушают, допустим, полезные продукты, яйца, мясо, рыбу, морепродукты, а у них появляется аллергическая реакция. То есть проблема в пониженной кислотности желудочного сока. Когда мы ее повышаем, белок мяса, рыбы начинает полностью расщепляться, организм не воспринимает этот белок как аллерген, и люди себе возвращаются к привычному режиму питания. Как диагностировать пищевую аллергию? Диагностируется в основном только истинная аллергия. То есть когда человек приходит в лабораторию и проверяет, есть ли у него истинная аллергия на глютен, или, допустим, на яичный белок, или на белок коровьего молока, а пищевая непереносимость, она, как правило, не диагностируется. То есть нет таких анализов, которые четко нам покажут. То есть у вас непереносимость есть глютена, или непереносимость молочного сахара. Это мы все понимаем клинически. То есть когда человек ест эти продукты, у него появляются определенные клинические признаки, несварение, и, соответственно, мы понимаем, что идет непереносимость этих продуктов. И, соответственно, мы уже ищем причину, почему непереносимость. Мы обследуем желудочно-кишечный тракт, смотрим, какая кислотность у человека, хороший у него отток желчи или нет. Доктор, а почему возникают аллергии? Во-первых, это наследство. Это наследство от наших родителей. То есть предрасположенность к аллергическим реакциям мы наследуем от наших родителей. Проявятся они или нет, зависит, конечно, от нашего образа жизни и от нашего питания.